Сама история произошла в Камаричах около года назад. По версии следствия, два местных жителя застали третьего за воровством автозапчастей, за что избили, запугали и ограбили. Однако сам потерпевший, сторона защиты, придерживаются другого мнения. У потерпевшего поломалась машина, и ему нужна эта была деталь. То есть именно вот эта деталь, она ему была нужна. Да, он приехал к этой машине, зная, что она там стоит, поломанная, и начал снимать эту деталь. Жители, опять же, поселка сообщили собственнику, что у тебя снимают детали, и он попросил Манько и Робидзе доехать посмотреть, кто снимает, зачем снимают. Когда они приехали, он уже связался с этим собственником и говорит, так и так, извините, уважаемый, деталь вы можете купить у меня, зачем ее воровать таким путем, как вы это совершаете. Значит, объяснил ему, ребята приехали, и он рассчитался. У него не было денежных средств, он рассчитался с соляркой. Казалось бы, исчерпанный конфликт получил продолжение после вмешательства местной полиции. Манько и Робидзе обвинили в вымогательстве и грабеже. Районный суд дал каждому по 4 года лишения свободы. Заявление потерпевшего о том, что его никто и пальцем не трогал, должного эффекта не произвело. Он уже пенсионер, у него свое хозяйство, взрослые дети, жена, обычный сельский житель, который никогда не был связан с полицией, ни разу в жизни. Когда приезжал лично начальник полиции, забирал его с поля на своем личном автомобиле, вез в полицию, то есть писали допрос под его диктовку, следователь писала. Рукин говорит, ну тогда я вообще ничего не понимаю, что вообще происходит. А вот родители осужденного Александра Манько уверены, что понимают. Нелогичный финал банальной истории они связывают с личными мотивами полицейского начальства. Раньше, когда мы сотрудничали с МВД, у меня оформляли ремонт машин, они составляли акты, привозили, я подписывал, что они у меня ремонтируют. МВД перечисляло мне деньги, я отдавал тем, кто за ними проезжал. Потом мы это дело перестали делать. Сын женат, у него ребенку три годика, работал в автосервисе, помогал папе ремонтировать машину, нормально жил. Просто наш начальник милиции Саулов, подполковник. Вот такой беспредел в Камаричи творит. Представители районной и областной прокуратур сочли доводы защитников малоубедительными. Коллегия апелляционного суда, в свою очередь, поверила словам потерпевшего лишь отчасти. С Александра Манько сняли обвинение в грабеже, оставив остальную часть приговора без изменений. Представители всех участников нашумевшей истории намерены добиваться справедливости в вышестоящей инстанции.